В Англии, этом стародавнем отечестве поврежденных, одной из самых оригинальных мест между ними занимает Давид Уркуарт, человек с талантом и энергией. Сначала на него сердились, отвечали ему, бронили его, потом привыкли. Обвиняемые и слушавшие стали улыбаться, не обращали внимания и, наконец, разразились общим хохотом. Такую характеристику дал британскому дипломату, политику, писателю Дэвиду Уркварту проницательный Александр Иванович Герцог. Ну да, забавно. И только, а вовсе нет. А вот почему нам сегодня стоит вспомнить этого, по словам того же Герцена, эксцентрического радикала из консерватизма, его проделки, вернее, подделки, нам сегодня расскажут наши надежные эксперты. А там уж каждый решит, что делать дальше. Не обращать на него внимания, сердиться на него, улыбаться или хохотать. В студии «Сряды» Наталья Таньшина и Александр Ткаченко. Здравствуйте. Дэвид Уркварт. Английский русофоб и сочинитель лживых секретных документов. Его, конечно, называют таким самым главным английским русофобом. Даже термин такой «урквартизм» вели, да. Ну это все потом. Да. Или прямо сразу это у него началось? Ну это как-то уже тогда сразу начинается, потому что он же уже тогда становится очень такой медийно известной персоной, такой, наверное, самый известный, может быть, фальсификатор. Хотя вот то, о чем Александр Иванович Герцен писал, я бы не совсем согласилась. Таньшина Наталья Петровна. Окончила Коломенский педагогический институт. Доктор исторических наук. Профессор кафедры всеобщей истории, института общественных наук, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Московского педагогического государственного университета. Автор более двухсот научных работ, в том числе «Русофилы и русофобы. Приключения французов в Николаевской России». Наполеоновская легенда во Франции в годы июльской монархии. Он же пишет, что начали хохотать, а потом забыли. Ну, этот человек, да, даже несмотря на то, что он откровенную какую-то ерунду мог говорить и нагнетал вот какой-то такой преувеличенный страх перед Россией, к нему-то прислушивались англичане. Может быть, там другие кто-то хохотал в России, могли хохотать. И вот Герцен, и же с ним могли хохотать. Но англичане, они очень хорошо это слушали, впитывали. И как раз это всё проявится накануне Крымской войны, когда всем уже будет не до смеха. То есть получится так, что его вот эти реплики, его эскопады, его знаменитое портфолио газета, о которой, я думаю, мы поговорим. Что ещё как? Да, они будут формировать общественное мнение английское в отношении России. И там уже было неважно, правду он говорил, неправду говорил. Потому что как-то почва была подготовлена именно для такого восприятия нашей страны, который создавал Дэвид Урквард в своих работах и, собственно, своими действиями. Так, ловлю на слове. А что такое подготовлена почва? Вот на какую почву упало это смешное семя? Если мы говорим о появлении русофобии как явления, то, конечно, мы должны связать этот феномен с деятельностью Урквардта. Ткаченко Александр Владимирович Окончил Московский педагогический государственный университет Исторический факультет Кандидат исторических наук Доцент кафедры философии и социальных наук Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета Автор более ста научных и учебно-методических трудов В том числе Князь Василий Васильевич Голицын Государственный деятель России последней трети 17 века Общие черты в политике избранной Рады и князя Голицына Социальные теории мыслителей раннего возрождения Если позволите, я бы даже немножко отбросил нашу беседу назад На несколько десятилетий, а может быть даже на 100 и более лет Потому что если посмотреть, как вот эта почва создавалась, удобрялась То мы, конечно, должны обратиться как минимум к началу 18 века Если даже не к более раннему периоду Но я не беру более ранние времена Допустим, в середине 17 века, когда казнили короля Карла I Конечно, это негативно было воспринято нашими российскими властями Но тогда еще нельзя говорить о том, что русофобия как явление существовала Почему? Потому что это были скорее политические какие-то споры, дрязги Между правителями отдельных государств Никто в то время еще не говорил, что русские откровенно это дикари Люди низшего сорта, которые стремятся построить империю Которую, в свою очередь, стремятся захватить И поработить со своим диспатическим режимом Где все свободные, независимые государства Европы А впервые об этом начали говорить очень робко Где-то времена Петра I То есть это начало 18 века И некоторые исследователи связывают первые ростки русофобии С делом барона Герца А также с экспедицией Норриса Но я напомню, в чем там было дело Барон Герц, он был немцем Но служил Карлу XII, шведскому королю И он предложил ему такой хитроумный план Уговорить Якова Стюарта Претендента на английский престол Высадиться на английском побережье Получить поддержку В том числе со стороны России Что интересно Тем самым шведцы и Россия объединяются Заканчивается северная война А вместо Георга I из Ганноверской династии Во главе Англии Вновь появляются Стюарты Закончилось все довольно плохо Скандалом довольно серьезным Скандал этот раздул сам Георг Он же Джордж, первый английский Которому жутко не нравились действия России На территории Германии А почему? Потому что он же был из Ганновера И сам был немцем Он вообще по-английски, по-моему, не говорил Собственно говоря То есть как раз первые Ганноверы По-английски не говорили И этим как раз воспользовались англичане Для того, чтобы укрепить в стране Власть английского парламента Я думаю, мы так очень глубоко уходим Так или иначе Вот это не дальний рубеж Для прослеживания наших феноменов Петровская эпоха, наверное, это когда англичане Начинают как-то Россию узнавать И интерес возникает как раз Особенно во время визита Петра I в Англию То есть аппетит пришел в начале XVIII века Хотя понятно, контакты-то были И ведь англичане это покупатели Нашего сырья Лен, пенька, канаты То есть торговля А, кстати, ну и отношения Да и кто-то женихался к английской королеве Конечно, даже еще задолго Еще задолго до Петра Поэтому это все сложилось задолго до Уркварта Но, наверное, тут ключевой момент Это наполеоновские все-таки войны Когда, с одной стороны, Россия Она вместе с Великобританией участвует В антинаполеоновских коалициях Но, с другой стороны, как раз по окончании Наполеоновских войн в России Россия оказалась ведущей державой на континенте И европейцы, они воочию увидели Россию не как-то издалека Вот как они себе это представляли А они увидели русские армии В самом центре Европы И вот как раз тогда начинает формироваться И в Англии, и во Франции Вот такая вот антирусская какая-то волна Хотя, допустим, американский историк Роберт Макнелли говорит о том, что Русофобия формируется уже сразу После наполеоновских войн На мой взгляд, это, наверное, не вполне корректно Потому что тогда появляются только Какие-то такие ростки Недовольства, опасений, негодований Что Россия оказалась... Вы сказали, простите, но русофобия шла параллельно с русофилией? Конечно Это два взаимовсегда дополняемых Такая драматургия, да, идет довольно напряженная И вот мы говорили о Петровской эпохе Об эпохе просвещения в Европе Ведь именно тогда формируется параллельно И концепция русского миража То есть такое идеализированное представление России И ее просвещенных правителей Это Вольтер, Дидро прежде всего Но тогда же параллельно формируется И концепция русской угрозы Враг у ворот И это Монтескью и Руссо прежде всего И как раз вот в годы революции Вот эта вторая точка зрения Она вроде бы как возобладала Но потом Россия становится союзником И поэтому и во Франции, и в Англии Образ России он менялся И зависел от такой текущей политической и военной конъюнктуры Я бы, может быть, немножко поправку такую внес То есть я согласен со всем, что говорит Наталья Петровна Только с одной маленькой ремаркой Но скорее речь шла не о противодействии русофобии И русофилии Русофобии и прагматизма В отношении России Потому что, смотрите, к нам довольно много англичан Особенно шотландцев Приезжают в 18 веке Смотрите, Джеймс Кейт Который основал масонскую ложу В 1730-е годы И, кстати, какой-то Рим управлял Малоруссией Смотрите, Гаскоин Который основал Луганские заводы Нынешний город Луганск Смотрите, Уильям Фермер Который командовал нашими войсками Во время Семилетней войны На каком-то этапе Брюса не забудем Да, Брюса, да Может, даже более ранее Михаил Юрьевич Лермонтов Патрика Гордона Ну, смотрите, это в основном шотландцы, правда, были Шотландцы Хотя и Урпорт, он тоже шотландец Не стоит об этом забывать То есть не стоит говорить, что шотландцы все были Ну, условно-русофилами Скорее речь была о прагматическом подходе Для нашей темы важно, что он был шотландцем? Ну, как бы вот в английском каком-то контексте Я не думаю, потому что для нас Он шотландец, да, поэтому его на русский язык Арквард переводит, или Урк... Урквард, как писал Герцов По-разному Но для нас он важен именно как Все равно представитель английских интересов Он шотландец То есть он это Лондон уже Да, и в Англии и Шотландии Между ними, да, могут быть всякие трения и противоречия Но он как раз тут выступает как англичанин И поэтому когда Вот мы знаем как раз выражение Очень известное Англичанка гадит, да Тут можно его вот так немножко перефразировать И сказать, что англичанин гадит Хотя он и шотландец И как раз вот именно же это Наполеоновские войны окончились Россия самая мощная Самая сильная держава на континенте И несмотря на то, что она участница Пентархии, то есть европейского концерта Пятерки лидеров Англичане, они начинают Очень так с опаской смотреть на Россию И уже после окончания Наполеоновских войн Буквально сразу В Англии появляются Да и во Франции, но в Англии как-то тогда больше Памфлеты Вот о якобы какой-то русской опасности Что русские, вот они вновь готовы Захватить Константинополь Вот только войны закончились Но они снова стремятся к Константинополю А потом уже через Константинополь Или оттуда, как завещал Петр Великий Устремятся в Европу И как раз на фоне ведь Восточного вопроса Очередного обострения Восточного вопроса В 30-е годы И появляется на политической сцене Дэвид Уркварт Потому что это же еще с начала 20-е годы греческая проблема И национально-освободительная война Греции А мы знаем, что как раз в Европе В это время активно развивается Филлелинское движение То есть движение в поддержку греков И англичане, они как раз были На стороне филлелинов И вот как раз сам Дэвид Уркварт Когда ему исполнилось 22 года В 27-м году Он молодым человеком отправляется Сражаться за идеалы Греции Но вот после этого С ним произойдет такая удивительная метаморфоза То есть он пошел Отправился воевать за дело греков Но оказавшись на Востоке Познав Восток Ну, насколько он это мог Вот за свой визит Он влюбился просто в турок И стал большим поклонником турок Он стал носить турецкий костюм Он стал изучать турецкие и греческие языки Он вообще в Англии Слыл знатоком Османской империи Вот этот вот молодой человек И поэтому даже вот Та, может быть, какая-то неприязнь к России Которая у него будет формироваться Хотя, подчеркну, его далеко не все Но это один из мотивов То есть это обратная сторона Его туркофилии А потому что Османской империи России Это же противник Естественно Мне кажется, что мы должны рассматривать Вот эту вот перемену Которая произошла, да В сознании, в деятельности Уркварта В контексте эволюции Вообще английской внешней политики Конца 18-го, первой половины 19-го столетия Вот что я имею в виду Я абсолютно согласен с тем Что русофобия стала развиваться Именно в первую очередь После разгрома Наполеона Когда на международной арене Оказались два гиганта Два титана, да Россия и Англия Заняли лидирующие позиции И, конечно, начали конкурировать Друг с другом Однако у Уркварта были, конечно, учителя Довольно хорошие Хотя классического образования То он и не получил И у него не было завершенного образования Нет, я имею в виду в политике Ну, как бы пример исследования Хотя его знакомство с Испанией Он жил в Испании В детстве подросткового года Жил в Швейтарии Жил во Франции То есть он был европейцем, да В душе своей, конечно Что, может быть, немножко отдалял его, кстати говоря Вот, Россия Хотя это лишь как предположение какое-то Но я имею в виду Каких его политических учителей? Уильям Питт Уильям Питт младший Одна из наиболее значительных фигур Европейской политической сцены Конца 18-го, начала 19-го века Самый молодой премьер-министр Великобритании За всю историю страны Занял этот пост в 24 года И оставался на нем почти 20 лет В проводимой политике Опирался на поддержку парламента И общественного мнения Подписал Версальский мирный договор И признал независимость США Создал коалицию против Наполеона С участием Австрии, России и Пруссии Ведь Уильям Питт младший Был одним из первых Кто заявил о том, что русские Это дикари, которые будут плавать на плотах Потому что мы разрушим Петербург Была такая речь, да, у Уильяма Питта Это еще 1790-е годы Мы разрушим верфи Архангельска И даже если, как он говорил Русские корабли спрячутся За мощными бастионами Севастополя Мы найдем их и там И там тоже их ликвидируем И обратите внимание, что он Уильям Питт младший Сказал, что русские Опасны не только для англичан А для европейцев Они уже несут угрозу А после чего он об этом сказал? После того, как Войска Екатерина II Заняли Очаков То есть, казалось бы, где Очаков, где Англия Вы совершенно правильно сказали По поводу восточного вопроса Восточный вопрос, он давно уже назревал И в конце 18 века он тоже уже существовал Еще задолго, да, до Наполеоновских войн Уильям Питт прямо сказал, что Сачакова Открывается ворота для русских в Индию Более того, он сказал Скоро русские будут на Босфории Вот английский вектор, да А затем он сказал После этого, что русских Скоро мы увидим на Ниле И они скоро вторгнутся в Египет Это еще 1790-е годы То есть, это Примерно лет 40 До того, как Ворквард начал активно Действовать в качестве Публициста, журналиста Общественного деятеля Однако не стоит думать, что все Английские Премьер-министры, министры Иностранных дел Были русофобами, да Там были прагматично настроенные люди Ну, допустим, Чарльз Грей Чарльз Грей Второй граф Грей Британский политик От партии Вигов Премьер-министр Великобритании За время его правления Была принята Избирательная реформа И отменено рабство Боролся за равные права Представителей Англиканской церкви И католиков Которым в те времена Запрещалось занимать Государственные должности Его любимый Сорт чая Популярен до сих пор И носит имя Своего создателя Эрл Грей Чарльз Грей Он вроде бы Не может быть заподозрен О том, что он Друг России Потому что Несколько раз Он нас подводил Ну, в частности После разгрома Наполеона В 1815 году Мы предложили Англии Заплатить часть Нашего долга Голландии На том основании Что Россия Понесла Самые большие убытки Самые большие жертвы Во время войны С Наполеоном Чарльз Грей Выступил резко против Он сказал, что Англичане Понесли убытки Тоже весьма значительные Причем Мы должны выступать Этим русским Но в то же время В 1806 году Именно Чарльз Грей Убедил Тогдашнего Премьер-министра Послать Английскую эскадру На помощь русским Под Константинополь То есть Обратите внимание Он не говорит о том Что я люблю Россию Что Екатерина II Права или не права Хотя он к ней Относился тоже двояко Потому что англичане Еще раз подчеркну Они прагматики И они исходили Именно из прагматических Интересов И например Ведь Уркварт Он же был известен Не только как публицист Он потом Он параллельно Наверное Совмещал Публицистическую И дипломатическую Деятельность Но сначала же Он прославился На почве дипломатии Вот как раз Когда он оказался В Греции После По возвращении Он начинает Заниматься ситуацией Связанной с регулированием Границ Между Османской империей И Грецией И его как раз Заметили И власти заметили Молодого талантливого человека И вот его как раз Решают использовать Как дипломат Он как раз был привлечен Вот к работе комиссии По регулированию границ А мы знаем Что греческая проблема Решалась на конференции Великих держав В Лондоне И собственно там и будет Как раз Провзглашена Независимость Молодого греческого государства И король Атон Станет руководителем Молодой Греции Но Уртквард Отправляется Опять на восток В составе Дипломатической миссии Сначала Стратфорд Каннинг Посол А потом уже Лорд Понсунби С которым он знакомится Там же Вот в начале 30-х годов Он приходит На тот пост Понсунби А Понсунби Был как раз Убежденным русофобом Вот тут как бы Не дать не взять И он как раз говорил Что Великобритания Должна наращивать Свои силы Она должна бороться С России В том числе Восточном побережье Черного моря На Кавказе А мы же помним Что это время Для России Оно тоже опасно Это не только Вот эти планы Или какие-то идеи Английские Понятно фантастические О том что русские Идут в Индию Да Это постоянно Как раз после Наполеоновских войн Что вот Россия Идет в Константинополь А потом Это прямая дорога В Индию То есть Россия Угрожает Самым святым Английским интересам Но тут же И Кавказ Который был очень важен Для России Мы знаем Россия Вся первая половина Это война Это очень сложные ситуации И вот как раз Тогда появляется Такое не только Такое протурецкое Направление В деятельности Уркварта А он настаивал Что необходимо Как раз усиливать Османскую империю Ведь как раз тогда Идея о том Что Османская империя Она распадается Это больной человек Европы Идея Николая Но с другой стороны Все придерживались Политики статус-кво Сохранения Османской империи Потому что все боялись Усиления одной Из европейских держав Но вот как раз Уркварт говорит о том Что Англия должна Серьезно Турции помогать И он в это время Пишет просто огромное Количество памфлетов Небольших таких книжек Которые переводились И на французский И на другие языки И тут же повсеместно Распространялись Вот он как раз Не только словами Делами Начинает действовать В поддержку Черкесии Вот адыгов И тех народностей Которые там проживали Считая, что Англия Должна им оказывать Очень существенную помощь В их противодействии России И вот как раз я К прагматизму Тогда как раз Лорд Пальмерстон Который никогда не был Русофилом Он посчитал Вот эти действия Уркварта и Понсенби Крайне опасными Для английских интересов Потому что Англия Не была заинтересована Портить излишние Отношения с Россией Потому что действительно Это европейский концерт И мы действуем Все в принципе Солидарно И он и создан Ученый И следователь Все это Попробовал И повидал Он даже Флаг Черкесии Как он сам говорил Разработал Декларацию независимости Черкесии Которую потом Он же в своей газете Портфолио опубликует Считается, что Им была составлена Хотя, конечно Вот есть и другая позиция Среди историков Что это они сами Составляли Но это я все к тому Что даже Прагматичные Английские политики Сочли его действия Неуместными И отозвали его В Лондон И более того Потом даже Пальмерстон Вот Хотел добиться Возбуждения Против него Обвинения В разглашении Государственной тайны И вот в каких-то Таких вещах Хотя между Урквартом И Пальмерстоном Потом будут Очень такие Непростые отношения Вот Мы их вывели Теперь на арену Да Обоих А какой у них Был тогда вес Пальмерстон Политический Административный Это человек Который курировал Очень долго Внешнюю политику И он тогда уже был Да Он еще не был Премьер-министром Но он был очень долго Как мы сейчас сказали Министром иностранных дел Госсекретарь Да Вот так Можно сказать То есть при нескольких Премьер-министрах Он занимал эту должность Причем заметьте Что были и Виги И Тори Они менялись Ну скажем После разгром Наполеона Первое время Больше Чаще приходили К власти Тори Затем стали Виги приходить Потом Появились еще Пилиты Такая партия В Риме Которая не очень долго существовала Что касается Пальмерстона И Уркварта Я думаю Что между ними Существовала даже Какая-то личная неприязнь Потому что Очень трудно объяснить То, что где-то Они сходились С возглядом Где-то они расходились Но Пальмерстон Он давил Постоянно На Уркварта Постоянно добивался Его Отставки Перевода Подальше От Восточных дел Направить его В какое-то Другое место Но у Уркварта Были покровители Довольно серьезные Более серьезные Чем Пальмерстон Которые возвращали его Туда-обратно Что касается Вот Черкесии Вот здесь Наталья Петровна Совершенно правильно Сказала Что сам Уркварт Говорил Что именно он Придумал Флаг Для черкесов Тот, который Сейчас Некоторыми изменениями У нас Значится Как флаг Республики Адыгея Прежде прочим Но скорее всего Он придумал не он Поскольку Путешественники Говорили Что и до этого Увидели Этот символ Тут надо вернуться Вот как раз В начало 30-х годов Потому что Сначала 1833 год 8 июля Это знаменитый Ункярос-Келесийский договор Который Заметно усиливал Позиции России В зоне проливов Как раз Тогда идет Распорь между Султаном Турецким И Пашой Египта Могущественным Мухаммедом Али И вот как раз Султан обращается С призывом К европейским державам Помочь ему Европа как-то Осталась безучастной Вот так выжидая А русские войска И русская эскадра Под командованием Муравьевы пришли На Босфор И вот как раз Европейцы Они восприняли Вот это вот Усиление позиции России на Востоке Крайне болезненно И более того Англия и Франция Заявили свои протесты Что они будут Противодействовать И не будут признавать Ункярос-Келесийский договор Ну понятно Что вынуждены Они были его признать Но считали Что это вот Как раз Первый шаг России В сторону Константинополя Причем очень Такой мощный И они должны Этому противодействовать А потом же Что еще происходит Или точнее Параллельно Это время Это только что Было подавлено Восстание в Польше 30-31 год Понятно что Россия действовала С ее точки зрения Легитимно Потому что Это мятеж На территории Российской империи В царстве польском Которому Россия предоставила Два больных места Черкесия и Польша На которые Реча они постоянно давили Кстати кто был Примермистром Тогда Когда был подписан Ункар-Искелесийский договор Был как раз Чарльз Грей Тот о котором я говорил Тот самый Который Отличался Особым Прагматизму В отношении К России То есть там где надо было Он давил на Россию Где он не мог давить И где было невыгодно Он не давил Но Грей Тот не мог никак Повлиять на заключение Ункар-Искелесийского договора Но вот тут еще Надо иметь ввиду Польшу Потому что как раз Польское восстание Очень серьезно Подмочило репутацию России В Европе И на Россию Начинают смотреть Через польскую призму Как подавительницу Польской свободы Как душительницу Дела католиков Потому что тут еще Вот этот фактор Католичества Да, протестантизм Поляки осели в Европе А потом Что еще важно 35-й год Вот он как раз Очень связан С нашим героем Почему? Потому что в октябре 35-го года В Лазенковском дворце В Варшаве Николай I Произносит речь Перед депутацией Польских горожан И говорит о том Причем очень жестко Говорит Что вот вы Подняли восстание Подняли мятеж И не я Разруш Если еще это повторится То он так и говорил Что я разрушу Варшаву И не я буду ее Отстраивать Но если вы Понятно мне Подчинитесь Если вы будете Подданными Послушными Российского государя То я вас буду Любить и опекать И вот как раз Эта речь Она произвела Очень большой резонанс В Европе Появились разные Публикации Причем они все Отличались в Европе И как раз Вот в это самое время В ноябре 35-го года Появляется Первый номер Вот этой газеты Портфолио Уркварта А в связи С этой речью В открытую Конечно То есть это как раз После польской речи Ну да После варшавской речи Императора Николая И появляется Это издание И вот тут как раз Такая очень непростая Связка С Пальмерстоном Потому что Откуда Вообще появляется Это издание И что это за документы То есть якобы В этом издании Публиковались Секретные документы Которые были Вывезены Из Варшавы Во время восстания 30-31 года Поляками И Владиславом Замойским А это же родственник Адама Черторийского Лидера поляков И вот эти документы Были вывезены Они оказались В Англии Потому что поляки Эмигрировали в Англию И во Францию И вот как раз Эти документы Попали к Пальмерстону Ну якобы И якобы Пальмерстон Спустя два года То есть сначала Он их придерживал Ну я все время Говорю якобы Потому что это До сих пор История вот такая Туманная Якобы он их придерживал А потом Когда подошел Такой подходящий момент Вот именно Эта польская речь Варшавская речь Императора Николая Он решил Придать Эти документы Огласки И вот специально Для публикации Опять-таки якобы Этих секретных документов Которые свидетельствовали О очень далеко идущих Экспансионистских планах Русского правительства О которых русские власти Не говорили вот так нигде Да А вот в этой секретной переписке Ятова Которой только полякам И досталось Вот здесь Они как раз Все Свои тайны И грандиозные Такие планы Раскрывали И можно же было Публиковать эти документы В любой другой газете Которые уже существовали Но эффект От публикации Этих документов Отдельно созданном В специально созданном Издании Поэтому и название Да Портфолио Да Было несомненно Большим И поэтому Вот это издание Оно приобрело Необычайную популярность Оно издавалось Параллельно На двух языках Да На английском И на французском И оно выходило С начала два года С 35 по 37 годы А потом Оно было восстановлено Уже в 43 году Еще вот Несколько лет Выходило И вот Все то, что мы знаем Нам же известно Именно только Со слов Уркварта Потому что Он всегда Давал развернутые Комментарии К тому, что он Делает, что он Публикует И вот то, о чем Говорил как раз Александр И мы уже говорили Почва была подготовлена И англичане просто Верили И не только англичане Потому что Кто хочет верить Вот в ту Схему событий Которая была изложена Урквартом Они, конечно, верят А поскольку В это время Общество уже было Настроено Антироссийски И термин русофобии Как раз возникает Ведь именно в Англии В английской прессе В 1836 году И вели его В оборот Английские радикалы Восмеивая Преувеличенный Страх Английских же Политиков Перед русской Угрозой Потому что В это время Какая-то вот такая Уже паническая Боязнь Англичан Охватила И сами же Английские журналисты Восмеивали Вот этот Английский же страх И поэтому Слово русофобии Конечно, оно Не идеальное Но оно и возникает Не как какой-то термин Оно возникает Именно как журналистский Такой вариант Да, полемический Да, да И вот именно тогда Появляется и портфолио Вот со всеми этими Разоблачительными Документами Так И что вот Открываем номер портфолио Да, вот представим себе Вот так как-то И что мы в нем находим Это, знаете Это очень большие тексты Да, это Газета Он толстенький у нас Или как Да, это большие Ну, я их читала в электронном Все виде Они, слава богу, сейчас Доступны И Да, да Это 35-й Вот 36-й год Вот в первом же номере Была как раз Публикация вот этой Речи императора Николая Варшаве Да, с комментариями Уркута Он С комментариями Потом он это делал На протяжении Ни одного раза Ни одного номера И в 36-м году Он возвращается опять К этой теме То есть он эти Темы как-то вот так По мере Ситуации В Европе Изменения Он их как-то лоббирует Потому что, допустим Уже вот в 36-м году Он публикует уже Несколько вариантов Речей императора Николая Николай I Император Всероссийский Царь Польский И великий князь Финляндский Твердо защищал Устои самодержавного Государства Пресекая попытки Изменить строй Революционным путем Подавил восстание Декабристов 14 декабря 1825 года Значительно Расширил территорию России После войн С Персией И Турцией Каждая газета Она передавала Текст речи По-своему Императора И там были Какие-то нюансы Вот я уже говорила Что да Не я построил Варшаву Я ее разрушу Не я ее буду Отстраивать А он допустим Публикует якобы Вариант Речи Николая На русском языке Но которая была Не напечатана В Петербурге Вот такой вот Никому неизвестный Вариант И там как раз Николай якобы Говорит что вот Я разрушу Варшаву В течение 24 часов Да А в русских текстах Вот этого нет Там же приводится Газета например Которая издавалась Во Франкфурте На Майне Которая тоже Этот вариант Речи публиковала Или там еще Французский вариант Журналь Де Деба Он тоже приводит И они там отличаются Вот Ну деталями Какими-то Ну которые свидетельствуют А действительно Вот якобы В том что Россия что-то утаивает Россия у себя Публикует Неправду А вот те речи Которые другие газеты Публикуют Вот они действительно Оригинальны И плюс там Он очень подробно Все это Анализирует Изучает Комментирует То есть это действительно Такие Не просто вот какие-то Передовицы А это действительно Если вы говорили Да Что у него был Ну или скажем Так аккуратно Научный интерес А может даже Какая-то научная школа То есть этот человек Умел обращаться С текстами Да Конечно То есть Если это и подделка Да Такой достаточно Серьезной выделки Насчет подделки Вот действительно Есть даже позиции В нашей исторической науке В отечественной Какая Что тексты Которые Представил Урквард На страницах Своего издания Это Подлинник Это оригинальные документы Почему Потому что Прежде всего Во-первых Русские власти Никакого опровержения На эти документы Не дали И на эту публикацию Вот как раз то Что вы говорили Герцен Да Что забыли Стали смеяться Но Мы с вами помним Что русские власти Они вообще Как-то не очень реагировали Вот на те Публикации Которые в Европе Относительно России Вот циркулировали Ну это тоже политика Иногда довольно грамотная Да Не реагировать Как бы не обращать внимания Ну со времен Екатерины Да Как раз такая тактика Была принята Она тоже считала Что не надо реагировать Надо делать дело Реагировали конечно Даже были журнальные войны В отношениях между Россией и Францией Особенно после публикации Книги Кюстина Но другое дело Что как-то Эффекта Вот наша такая пропаганда Или разоблачение Не имели И тот же Неслерода Говорил Что я не видел Чтобы про русской публикации Кого-то еще в чем-то В Европе убедило Да И поэтому наши власти Вот на это портфолио Они никак не реагировали Они действительно Не выступили с опровержениями И вот как раз Это дало основание Ученым Уже потом ученым Поверить в то Что это документы Подлинные И более того Даже ученые Они говорят Но ведь Уркварта Пишет, что было-то вот так Но ведь Уркварта Сообщает, что вот Именно Пальмерстон Предоставил ему Эти документы То есть даже ученые Уже историки Они не проверяют Вот эти слова Вот на подлинности Они просто верят тому Что он написал Уркварт На страницах своего издания Как его английские современники Так и даже почти наши современники При этом ученые верят Нашему герою на слово Да, именно так Говорят, что вот это Это написал Уркварт А он действительно это написал Но мы же должны понимать Почему он это писал Зачем он это писал Вот именно в тех условиях Как раз вот эта декларация Черкесии Независимости Черкесии Она же тоже им была опубликована На страницах портфолио Там тоже этот документ присутствует Как и много разного рода Вот других документов И он же писал Помимо вот этих текстов Портфолио Он же писал массу памфлетов Он каждый год пишет какие-то Ну не то, что каждый год Он регулярно их пишет Этим памфлеты Россия, Англия и Турция Там Россия и Англия Еще выходят какие-то Брошюры, книжечки Брошюры, которые переводятся Они тут же переводятся на Простите, сразу же Он один этим всем занимался Или у него была какая-то редакция Какие-то единомышления Неужели насколько плодавит был Анашург В то время, конечно, это было в ходу Вот то, что тогда уже называли Литературные негры Там этот термин использовался И целая группа сотрудников Могла работать Я думаю, что когда речь шла Об издательстве И об издании портфолио У него, конечно, были помощники Но, с другой стороны, мы должны понимать Вот XIX век Это время, когда все писали очень много И если мы возьмем любого другого политика И посмотрим его работы Особенно публицистические работы Наверное, у каждого будет просто вот Вереница таких публикаций Поэтому тут как раз ничего удивительного Что он так много писал Причем столько изданий То есть это же не один журнал Он же много журналов издает Штампует их буквально Меняет один за другим, как перчатки И еще надо иметь в виду Как мне кажется, то, что Вот деятельность Уркварда Она была не вполне стандартной Все-таки для того времени Почему? Памфлиты писали многие, да? Публицистов было много Здесь правильно, да? Об этом было совершенно сказано А вот так, чтобы взять документы И опубликовать их Это считалось вообще в то время Ну, я бы сказал, так Признакам дурного тона Так старались не делать, да? В те времена А почему эти резонные? Почему дурный тон? Ну, потому что существовали Какие-то определенные негласные Все-таки правила, да? Между королями, да? И Европы Они же тем более родственниками Все являлись, да? Между собой Как правило, если даже В документе есть что-то такое Что разоблачает, да? Хотя бы одну, да? И сторон Но стараться все-таки Не выпячивать это Все-таки секретные переписки Секреты надо оставлять в архивах Чаще всего как раз Сплывали именно фальшивки Даже в 18 веке Да, вот Наталья Петровна Да, подтвердит Тоже еще Вот со времен Петра Первого, да? Там можно вспомнить Завещание Петра Первого, да? Завещание Петра Великого Политически тенденциозная Фальсификация Опубликованная в 1812 году На французском языке По утверждению публикаторов Документ представлял собой Стратегический план действий Для преемников Петра Великого На многие века С целью установления России Мирового господства Да, были вот разные фальшивки, да? Которые использовались как документы Вот так, чтобы документы использовались Вот реальные, да? Такое тоже было Но это реже все-таки, да? Ну, хотя я думаю, что здесь дело Не в рыцарстве, наверное, было Европейских государей Вот Николай Первый, он может быть, да Вот у него, его же и называют, да? Вот именно императором Или государем-рыцарем Потому что все-таки Что король французов Луи Филипп Что английские Государи Как раз тут Вильгельм, да? Потом уже и Виктория Королева Они были все прагматиками Ну, и прежде всего Министр иностранных дел И Пальмерсон был Абсолютной, совершенной Прагматикой Он просто понимал, что Вот публикация этих документов Она не то, что как-то вот Государь российского В невыгодном свете представляет А она просто Мешает Вот интересам Англии И вот этому Сложному такому Да, раскрываются секреты А что интересно Ведь как раз Сороковые годы Это время Когда к власти в Англии Во главе Министерства Иностранных дел Приходит уже Лорд Абердин Джордж Гамильтон Гордон Четвертый граф Абердин Английский политический деятель Премьер-министр Один из лидеров Тори А с 1850 года Пилитов Будучи министром Иностранных дел Великобритании Старался восстановить Прежние хорошие отношения С Австрией И Россией Во время посещения В 1844 году Лондона Императором Николаем Павловичем Не сопротивлялся Его Восточной политике И как раз Вот этот период Сороковой Сорок шестой После урегулирования Восточного вопроса Который вновь В конце 30-х Начале 40-х Годов Разразится И тогда он уже Будет урегулирован К выгоде Англии Потому что Россия откажется От условий Ункяроскелесийского Договора И контроль над проливами Будет уже коллективным То есть не только Россия и Османская империя А все державы Теперь проливы контролируют И как раз Этот период Будет отмечен В истории Русско-английских отношений Таким сближением Сближением Потому что Да, это редко Но это период Именно так Николай Первый совершит Визит в Лондон Инкогнито Под именем Графа Орлова Но его там Тут же признают Он там произведет Фурор В том числе Своими Белоснежными Лосинами То есть очень популярный Да, ему там отведут Как обычно Особое место А он вот свой Этот походный Тюфяк Кровать эту Будет возить Но как-то волна Вот эта антирусская Она сойдет на нет И вот только Уркварт Будет неуклонно Гнуть свою линию То есть власть Меняется Политика Меняется А он вот Пишет и пишет Пишет и пишет То есть это Англичане пишут В середине Прошлого века Он подготовил Общество английского К тому Чтобы воспринимать Россию Как врага Как противника И вот это Как раз Вот эта вот Русофобия Тридцатых годов Сороковых Она сыграет Очень важную роль В подготовке Общественного мнения Английского К Крымской войне То есть вот Почему он важен Крымская война Как раз была При Абердине Когда был Премьер-министр То есть смотрите Получается так Что Бальмерстон Абердин Да и другие Они меняют Свою политику Время от времени То не сближаются С Россией То отдаляются И только один Уркварт Только гнет Свою линию И более того Получается Что в итоге Его линия Можно сказать Победила Оказалась прямая Целенаправленная И поэтому Александр Иванович Герцен Он тут как-то очень Ну Снисходительно К нему относится Я не помню В каком году Это было написано Но видимо Не в конце еще Герцен Он к нему Относился двояко То есть во-первых Он говорил Что Уркварт Талантливый человек То есть талант Таланты не отнимешь Ни в коей мере Во-вторых Он говорит о том Что Уркварт Помешанный То есть если буквально Посчитать Былу и Дума Там Герцен Что пишет Про Уркварта Что у него было Два помешательства Это все турецкое Турецкие бани Турецкая кухня Турецкие диваны Все это он завозит В Лондон Знакомит англичан С этим А второе помешательство Это всюду Русские агенты И он даже приводит Примеры Русские агенты Уркварт По мнению Герцена Записал Пальмерстена И Пальмерстена Записал И Лайша Кошета Венгерского Повстанческого Лидера И Мадзини Мадзини Он и вас Так его Обозначает Мадзини И самых разных И дерби Премьер-министра Английского То есть самых разных людей И даже Бакунина И здесь Кстати Герцен пишет Что это гнусная затея была То есть он прямо употребляет Такое слово Гнусность То есть видите С одной стороны Уркварт Это человек помешанный А с другой стороны Он талантливый Который гнет свою линию И Герцен пишет Что над ним Да смеялись Многие Смеялись Но тем не менее Он очень оказался Последовательным В отстаивании Своей позиции Герцена можно понять Потому что Герцен В оппозиции Властям российским И Уркварт Выступает как раз Против российских властей То есть у них С разных сторон Это союз Еще один Потенциальный союз Общий враг И поэтому Не случайно Что идеи Уркварта Оказали большое влияние На Карла Маркса Который как раз Да Там тоже есть Это прямая связь Маркс там оказался В эмиграции Как известно В конце 40-х годов И вот как раз На его восприятии Россия Оказало небольшое влияние Идеи Уркварта И ведь он же В газетах Уркварта Начинает публиковать Вот свою работу О внешней политике России 18 века То есть они оказались Очень-очень тесно Взаимосвязаны А вот смотрите Такой вопрос Может он наивный А русские издания Уркварта Существуют? Вот сейчас В последнее время В одной из антологий Вот она называется Русский вопрос То есть как раз Образ России В 19 веке В работах европейских авторов Вот там публикуется Фрагмент из работы Уркварта Если не ошибаюсь Англия и Россия Вот достаточно такой подробный Отрывок из его работы есть Но так чтобы Работы Уркварта Публиковали у нас На русском языке Ну я по крайней мере Не встречала И то что я читаю Уркварта Это я читаю Либо на английском Либо на французском языке Русские мигранты читали на французском языке Тогда понятно Мы вычитаем А вот я к тому веду Нам полезно знать То что о нас Как бы измышлял Или не измышлял Писал Уркварт Нам это интересно и полезно Я думаю нам это полезно читать Потому что ну всегда Важно знать Что о нас думают другие Не просто потому что Вот это чисто и такое любопытство Чтобы нам и самих себя понимать И для того чтобы понимать Как выстраивать отношения Потому что вот опять Мы же говорили Уркварт Он же не только теоретик Он и практик И мы можем вспомнить Вот этот инцидент Со шхуной Виксен Да Который он же отправил Как раз к берегам Черкесии Суджук-Калея Это недалеко от Новороссийска Точнее Вот там же она была перехвачена А она же была с грузом С грузом оружия Который туда направлялся В это время как раз появляется термин русофобия Как раз вот именно Да Это именно как раз да Это именно это время Этот год И он же прекрасно понимал Что это запрещено условиями Адрианопольского мира После русско-турецкой войны Но он это делает намеренно Как провокацию То есть он пытается устроить Такую провокацию И вот как раз после этого Пальмерстон его тоже и отзывает Потому что ему не нужно было Вот в то время обострять Вот так чрезмерно Русско-английские отношения Так Просто действительно И то, что он пишет Это тоже какая-то Такая стратегическая провокация То есть рассчитанная На дальнюю перспективу На мой взгляд, да Но если почитать его текст Он не оригинален совсем Он абсолютно не оригинален Потому что он излагает Ровно те идеи Которые в это время В Европе были Очень широко распространены А читать его интересно Вот именно как текст Ну как публицистику Мне, например, не очень интересно Потому что я читаю Очень много текстов такого рода И они все одинаковые То есть там можно Писать другую фамилию Ставить другого автора У меня уже не различаются То есть нельзя сказать О, это Уркорт На мой взгляд, нет Потому что то, что писал он То, что писали французы В это время Они просто вот используют Такой абсолютно одинаковый Набор штампов О русской угрозе О том, что необходимо Создать Европейскую Федерацию Он тоже к этому призывает Против России Причем о нем Иногда говорят Что вот он как-то Россию так ничего плохого О ней не говорил Не считал ее Какой-то чуждой Европе Но он же Он, кстати, не только Россию не относил к Европе Он не относил к Европе Австрию и Пруссию тоже На том основании Что это не либеральные государства То есть вот он же был Не только таким Туркофилом Да Для него Англия Ну, Шотландия Это родина И это родина либерализма И поэтому Либеральные режимы Англия, Франция Которая встала на путь Либерализма Он это принимает И понимает И это для него Европа А вот те державы Которые в 19 веке Называли северными дворами А это как раз Австрия, Пруссия и Россия Вот для него Это не Европа Потому что они Не либеральны Кстати, Чарльз Грей Тоже говорил Что Пруссия Как и Россия Это страна деспотическая То есть здесь получается Уркорт был Солидарен С эстеблишментом Он человек своего времени Потому что как раз То есть такая установка Существовала уже В то время И восприятие России В это время происходит Именно через Вот эту либеральную призму То есть такая Либерализирующая Европа В Европе реформы Чарльз Грея Которую мы сегодня Многократно упоминали Великая реформа Парламентская реформа 1932 года Англия Франция Она проводит линию На сердечные согласия С Великобританией И Францией тоже Это либеральные государства Король Луи Филипп Орлеанизм И Россия Она представляется Как воплощение Вот каких-то Антиевропейских ценностей Антилиберализма Особенно Даже как эмблема Да Вот этих вот Антиценностей Конечно Для тогдашней Либеральной Европы Последний вопрос А мы Сегодня не зря Вот поговорили Время То есть Надо Говорить об этом То есть Нам интересен Урквард Как таковой Или мы просто Вспомнили его Наредусы Ну Нам интересен Урквард И по причине Наверное Турецких бань Потому что Ведь именно Дэвид Урквард Влюбленный В Турцию Он полюбил Ее обычаи Традиции И полюбил Турецкие бани И вот то Что в Англии Появляются Турецкие бани Их начинают Применять В лечении В медицинских Процедурах Это же заслуга Уркварда И те бани Которые были Построены в Лондоне Они же были Созданы Именно по его проекту То есть Он был действительно Убежден Таким вот Поборником Пропагандистом Он даже представляет Больший интерес Помимо своей Русофобии Или там Всего Ну как бы Фигура многогранная Но в нашем отношении Очень однозначно Ну просто Это нам показывает Что вот с тех пор В восприятии нашей страны Мало что изменилось То есть он до сих пор В ходу Да Тексты Уркварда Вполне можно Публиковать и сейчас Меняя там название Не портфолио писать Ну а не знаю И те же проблемы Какой-нибудь англикс Да-да-да По-прежнему Кавказский вопрос По-прежнему Польский вопрос По-прежнему Ближний Восток Балканы Все это актуально И в наше время Мне кажется Еще Урквард Важен тем Что он же не просто Вот писал А он был активным Таким Распространителем Транслятором Своих идей И не просто Даже транслятором Он же накануне Крымской войны И в годы Крымской войны Создает ассоциации Вот друзей Турции И они были Многотысячными То есть это не просто Вот какие-то Тексты А он на самом деле Формирует Общественные мнения И не только мнения Он формирует людей Вокруг Вот своих идей Более того Он как раз Многократно Пытается Оказывать давление На Пальмерстона Ну как и Маркс Говоря о том Что Пальмерстон Это понятно Какой-то нонсенс Пальмерстон Это вот Человек Который находится На службе У русского государя Но вот он Эту идею Продвигает постоянно Так Смотрите Наверное Можно так Завершить Наш сегодняшний Замечательный Для меня Очень поучительный Разговор Что читать Уркварта Наверное И не стоит Ничего интересного Там не найдете Но вот Как бы Историческая Да Вот История Про Уркварта Это история Которая Доходит до наших дней Но истоки Там может быть Немножко раньше Вот это такая Узловая фигура И о нем Надо знать обязательно Самое главное Что общественность И власть Восприняли его идеи И эти идеи Квали в наше время Ну что поделаешь Да Ну и может быть Эта тема Особенно интересна Для историков К вопросу О роли фальсификации Мистификации В истории И к вопросу Вот это мы Как не можем В другом примере Как обсудим Ну и для тех Кто изучает пиар Допустим Да Влияние на Общественное Не будем рекламировать И пиарить Уркварта Да Но уроки Некоторые мы из этого Извлекли Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо Спасибо